В Иркутске продолжают выявлять опасные автобусы. Сейчас в районе сквера Кирова работает наша съемочная группа. Чуть позже мы выйдем на связь с нашим корреспондентом Александром Матрёниным и он нам расскажет подробнее об одной из ситуаций. А теперь к другим темам. Мигрант из Иркутска убил свою мать в Соединенных Штатах Америки. Женщина отказывалась дать сыну пароли от своих банковских карт. Как сообщает Иркутск Медиа со ссылкой на русскую службу BBC, в США женщина приехала к сыну еще в 2011 году. В Сибири женщину несколько месяцев считали пропавшей без вести. Чтобы опознать тело, которое было расчленено и сброшено в реку, иркутские полицейские отправляли в США образцы ДНК ее родственников из Приангария. Официальное обвинение молодому человеку предъявили в 2013 году, а через год он сам признался в совершении этого преступления. Суд приговорил убийцу к 25 годам тюрьмы. Однако его срок начнется лишь после того, как он отбудет 10 лет наказания, полученные им ранее за вооруженное ограбление американского банка. Дорогая СМСка. В Иркутске оштрафовали Восточный экспресс-банк. Финансовая компания без согласия жительницы областного центра направляла ей на мобильный телефон рекламные СМС-сообщения. Арбитражный суд Иркутской области оштрафовал банк на 100 тысяч рублей и подтвердил позицию антимонопольной службы, признав данную рекламу ненадлежащей, а банк, нарушившим федеральный закон о рекламе. Напомним, что законодательство запрещает распространение рекламы по сетям электросвязи без предварительного согласия абонента или адресата на ее получение. В магазинах «Братска» в праздничные дни мая и июня было изъято 960 литров спиртосодержащей жидкости. Специалисты проверили более 100 торговых точек. В 15 из них торговали незаконным алкоголем. Значительное число правонарушений в сфере розничной продажи алкоголя отмечено на территории садово-огороднических кооперативов. Как отмечают представители полиции, в этом году за появление в общественных местах в нетрезвом виде было привлечено к административной ответственности почти 2000 человек. Более 1000 за распитие спиртных напитков. В Иркутске продолжают выявлять опасные автобусы. Сейчас в районе сквера Кирова работает наша съемочная группа. На связи со студией Александр Матрёнин. Александр, ждем от тебя подробностей. Яна, мы находимся на остановке Лингвистический университет. Это в самом центре Иркутска, рядом с площадью имени Кирова. Это уже стала традицией именно на этом месте проводить проверки маршрутных автобусов, маршрутных такси, вообще любых маршруток на предмет их исправности и соответствии техническому состоянию, годности для перевозки пассажиров. Сегодня, во время такой проверки, было выявлено по предварительной информации люфт рулевого механизма вот у этого автобуса 77 маршрута. После чего инспекторы запретили водителю эксплуатировать этот автобус, пассажиров высадили и вызвали тягач с тралом. Вы видите, уже автобус погружен и в ближайшее время этот автобус будет доставлен на штрафплощадку. Вообще, дается время на устранение неполадок, но перед этим нужно будет заплатить штраф. То есть, Яна, в Иркутске продолжается борьба с неисправными автобусами, как ты правильно сказала, и борьба за безопасность наших пассажиров. Яна, тебе слово. Александр, спасибо за оперативную информацию. Я напомню, на связи со студией был наш корреспондент Александр Матрёнин. К этому часу вся информация. Если вы хотите стать нашим мобильным репортером, присылайте свое видео на нашу электронную почту aistmrsobakayandex.ru и звоните по телефону редакции 33 13 28. Оставайтесь на Аисте, и мы увидимся меньше, чем через час. Продолжение следует...